Девушки отдыхают 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 Собор ты сам по вопросу, почему так? Но и всё это приводит из этой лезвежи с этой легендой, где орел сфердом на землю. И это symbolизует народный зон. Я думаю, что и увидеть именно и невинное, это мне было неизвестный, а чертеснь, это теперь с tym взрывем крови, с этой лировой о ниползість, которая была удовольствием Polski przez Это было много веков и нужно всегда помнить о этих символах. И сегодня, когда мы будем кисеться этой неподлегностью, то есть в тылу головы то, что ничего не есть дана раз на всегда, что никто не родится богатером, что богатером мы стоим в доме, в школе, в родине, через какое-то выхождение. И тому тоже сегодняшнее свято служит, чтобы тем меньшим молодым поколением которые еще не понимают этих больших слов, богатером, патриотом, но уже до этой бяло-червной хоромгивки, до нашего годла państвового будут иметь такой милый, приязный столк, потому что тут вместе с нами те свято сподзают. Сегодня мы уроки связаны с святом Флаги Народовой. От кем выходите это свято? Я думаю, что несколько лет, но не пригодовала меня на такие конкретные вопросы, но я думаю, что это может от каких-то 5 лет обходим этот День Свято Флаги. Чем была, чем есть Конституция 3 мая? Ну, Конституция 3 мая, то была одна из первых в мире Конституции, может, вторая по Конституции Соединенных Соединенных, которая занималася, заpewnяла обывателям Polski и определенные привилеи, гварантовала им доступ до эдукации, до культуры, до урендов, до многих важных для всех Полковых, что так скажем, что-то, 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 это тоже, как-найбардей, важнейшим актом нормующим наше жизни общественное, актем, который wszyscy muszą przestrzегать, заровно обывателем, как и послеве, как и президент краю, то есть тем, что является важнейшим для нашего państwa и для каждого поединенного обыватела, посчастного обыватела краю. Подставное pytanie, что-то конституции 3 мая, в котором году была уставлена? Друзья обходимы 224. Вем, что 224, но те даты для меня достаточно трудные для запоминания. Что symbolизует вывешение флаги народной? Прежде всего нашу обывателскость, нашу принадлежность до этого края. Мы должны быть с ней думать и я думаю, что мы чаще эту флагу вывешать, не только в околичности свят пастровых, но и на каждый день. Я очень люблю, как в странах других европейских, хотя бы в Норвегии, при каждой, даже при каждой, даже приятной, посещи, через целый год висит флага норвезька. Я считаю, что это не будет żadной профанацией, а врэч противне, если чаще, которые, в России, в России, будут иметь такой позиционер позиционер до своей флаги и чаще будут manifestовать это чувство. Индивидуальное питание. Чим для Пани patriотизм? Патриотизм сегодня для меня это прежде всего это, что дбам о природе, что закрепляю воду в кране, как мыть зэмбы, чтобы не летела не потребно, что интересует меня то, что происходит в моем месте, в моем краю, то, что читаю книги, потому что хочу быть мудро и хочу больше на этот темат въедеть, на темат света вокруг меня, на темат моего краю. И myślę, что так само нужно учить этого дети, что дробные вещи, на которые мы влияем, которые нас дотичат, в имя этого современного сегодняшнего и сегодняшнего должны делать, делать. Доброе. 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 Просте вопрос. Как выглядит голодо полске? Слушайте, наши барвы народовые, это традиция, как уже там Пан Комендант Тховца представил, что много веков встач. Опроч барв народовых, бяло-червоне flagи, мимо oczywiście, годло, бяло орех на червеном тле, в злотой короне. Я myślę, что наш дейсши patriотизм прибира очень формы. И отходим от пельгнования традиции через свешение flagи, или посиадание в доме нашего годла. Но есть традиция, которой warto вернуть, и дейсши домов. повраться до этой истории. Это была преломовая и много в нашем крае изменила. Могуясь о patriотизме, чем есть для пани patriотизм? Патриотизм это не пусто слово. И так не можем до этого подойти. Мимо что в дейсши часах наш patriотизм не видишь только и улучшно при заводах спортовых, где флаги бяло-червоне появляются. Но такая милость до нашего народа, нашей отчизны, это ощущение, которое должно нам товажить на каждый день. З окази святого моего моего дуги weekend. Как пани спутят эти дни? Учестничаю в многих выдашениях, которые имеют в нашем mieще, потому что программ учестности patriотичных очень очень разобудованы. Дише на Плаке Костиушке и мы хэппеник приготовленный через Библиотеку Публичную, через Ощадок культуры Ткач, а опрошу этого снаржения в Скансене Реки Пилиц, Галерия Аркады, так, ведь rzeczywiście в этих дниах быть тут, с нами и хорошо себя и святовать в оказе. Как выглядит годло ползки? Бялы орехи в злотой короне на червоном тле. Почему именно так? Это есть народный. Бяло-цервоне Прямо-цервоне в часах зараз повоенных позбави был короны. На счастье корона злота корона króлевска вруцила на голову орла. Преоздабя им. Это моим знанием пякное. Это пякнешное годло на свете. Барвы народные. Бел и червень. Что symbolизуют? Ну, тут меня не заскакал. Не не понимаю. Но это барвы нашей flagи. Бяло-цервоне flagи ползки. Дзисай ес свято. 2 мая свято flagи państвовой. Это важно, что это свято повстало. Это тоже ма вспоминать о вадзе flagи. Засто кидаш в 79 раку в 1979 раку в Паршаве Jan Паве II сегодня святый Jan Паве II папеж говорил о вадстве барв народовых, вадстве паузской flagи, mam имеjan значение в истории, owitz на пауза zie о Мужчина о святе флаги в нашем стране. Корректор от когда обходим это свято? Недлогий окрес времени, но не помню. Докладной даты не помню. А чем есть Конституция 3 мая? В основном, что это первый акт правный на свете, или второй. Спор между Конституцией американской и Конституцией политикой. Это первый акт демократии в Европе. Это для нас тоже символ, чтобы мы целый час хоудовали wartoстью волности. Волности прав обывательских. Конституция, прежде всего, в результате работы Сеима 4-летнего, внесла, как важно вспомнить, это несчастное для жициорысов полки, liberум вето, когда каждый, не малыш шлахцик, мог заветовать даже лучшее уставе. Поэтому демократия полега на том, что выражаетесь в большинстве решений. И это Конституция, и это свято 3 мая, нам о том всегда вспомнить, что жадная демократура, только воля народу, которая есть записана в Конституции, есть тут важнейшая. Прежде всего, это акт великого patriотизма, и я захочу, чтобы при оказе этих важных свят народных, таких как Конституция 3 мая, свято флаги, но очень важным святом народным, это свято Одзискание Неподлеглости. 11 листопада нам мечта, чтобы на каждом доме, на каждой каменнице висела полска флага. Прежде всего, тут не говорится о папуговании, но важно тоже demonstровать свое привязание до wartoсти народных, до wartoсти patriотичных. Америки не имеют с этим проблему, там немал, что на каждом скрежевании улопоча американская флага, немал в каждом покои у молодого хлопака, молодой дзевчины, дзевчина на стиле висела американская флага, там очень много жители СССР с привязаны до народных целей народных. Я хотел бы, чтобы подобное было в Польше, потому что мы имеем значительно богатую и значительно дужную историю, чем в стране Америки Пуноцной. Чим для Пана есть patriотизм? Можно его умереть в двух словах, милость до ойчизны. Найпеньше окресть, как есть на словах, это милость. А милость до ойчизны является теми большим прежавом польского патриотизма. Мы можем в разный способ поймать патриотизм, но всегда будет это привязать нас до милости до ойчизны. Чи то в отношении до людей, которые будут на эмиграции, или в отношении до людей проживших, живых в Польше, это всегда будет прежавом милости до ойчизны. З оказывается 1 мая, как и 3 мая, мы дугий weekend. Как Пан спит за этот час? З оказывается 2 мая и 3 мая, фактически, мы дугий weekend. Трва он от 1 мая. То есть, через Кощество Святого Юзефа, patronа людей pracy. И то есть дугий weekend. Я этот weekend спитам в гроне родинном. Аккурат так себя складам, что не так давно моя царка старшая скончила 18 лет. Не помню, сколько моя жена закончится, но точно 3 мая выпадает день ей уродин, поэтому этот час поспитам для своих najближших, для своей родины и для mieszканицей miasta. Обцуюсь с ними, и разговариваясь о патриотизме, о том, что есть связано с полскостью. И захотясь их до таких постов, как сегодня. И этот хаппеник это очень хорошая, чтобы мы могли на лусь, на свободе поговорить о флаге, о годле, о полском химне, о творческах патриотичных. Как выглядит годло польский? Орел, бяло орел в короне. З корону. Я всегда считаю, что это правдивое годло польское. И никогда не узнавал. И тогда, когда ему сдвинуто корону, я считаю, что это какой-то символ, тоже зневоления. Может зневоления – за душе слово, но на певно – в руках суверенности нашего государства. И я надеюсь, что еще, будучи в вашем веке, а даже младшем, в школе, помню, как до коллегов говорили, «Врати орел в короне», «Врати орел в короне». И, конечно, не сподзеваясь этого, и так на правде, немного без надежи, потому что он вернулся так быстро. Но он вернулся так быстро, и это меня больше всего интересует. Почему именно «белый орел» на червеном тле? Конечно, в короне. Почему? Потому что символом нашего народа является орлик, который где-то выступил на наших территории. Такой этемологии не знаю, поэтому в каждом разе это моё годло, это моя дума. И так будет. 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 Я говорю так. То, что для меня означает. Для меня означает бель и червень из образа Христа Милосердия. И это для меня наиболее повод до думы. Потому что, в общем, те барвы народные, полоские, всегда были, и много раньше, чем культ Милосердия Божего. Но я сегодня очень часто лошу эти два цвета с барвами Милосердия Божего. А, конечно, ну, прежде всего бель, 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 несказительность, а червень, мэкчество. В нашей истории народной не браковано актов мэкчества, актов трудной истории, где Польская платила много неразь крвавую офиару за свою неподлегность. И, конечно, хорошо, что такие символы symbolизируют наш народ, потому что они дают такую правдивую традицию и того, что это значит быть Полаком. Утро обходим свято ухваления Конституции 3 мая. Чем есть Конституция 3 мая? Прежде всего, актем, так на правд, первым demokratичным актем суверенной в Европе. Прежде всего, помните, что полска Конституция 3 мая была только вторая Конституция на свете, во первых странах США, а первая в Европе. Мы Европе Заходную, великие демокрации, с дуриными традициями, не менее, system монархистичный там działающий, долго, дуго, дуго чекал на так, демократичное państwo, которое у нас уже было за часом панувания наших кроли, то, прежде всего, акт демократии państwa, я так отчувам, так то отберам. Питание немного из категории historyчных. В котором году была ухвалена Конституция 4 мая? Ну и тут не знам экзаменов, мне заскоклилище, тысяч, bodай, 700, там, в каждом разе, 90, но уже не помню, третий, два года wcześniej, ну, так, так, ну, не помню, но боюсь так сказать, потому что мне умкнуло. Каждый mieszканец вывешает флагу народную за свой дом. Прежде всего, почувствие patriотизму и показания, что я полаком, и то, что полске, мне близко. Я на своей улице когда-то вывешал, как-то самотный мохи-канин, флагу через несколько лет. Потом доходили инди. Диже уже каждый дом. И это почувствие думы, что я полаком, не стыдно полки, что полка это моя ойтизна. И утожсамим с ее историей, ее поражками, ее болом, ее мучение. Я считаю, что полак это думает, чтобы каждый это особенно из-за молодых. И тут апелую молодых, которые часто manifestают свою принадлежность в поле на стадинах. Я бы хотел, чтобы... Овшем, нех там manifestуют. Цесит меня шалик на этом шалику, но чтобы в такие дни, как сегодня или сегодня, этот молодой человек, который так шалик обносит на память, чтобы вывесить эту флагу, а может родица захочет, чтобы это за него сделать. Таким апелем хотел бы тоже этих молодых людей zwrócić. Такое индивидуальное pytanie. Чем для пана есть patriотизм? Чем для меня patriотизм? Прежде всего почувствие быть, а то не хочу повторять, полаком, но почувствие утожсамения себя с моим краем, с моим народом. То есть то, что позволяет мне не только быть думным, но в таких хвилах загрожей ответственность защищать. Потому что нужно помнить, что не только носить бяло-червоне флаги, не только осуществление народовым, но иначе уметь реагировать в хвилах трудных для края. Тогда не дай Боже, когда бы пришли какие-то ночи завиерухи, то нужно уметь стануть до обороны ойчизны, а не слышать, как слышим сегодня, что я с преражением слышу, как был конститутный minister политического рождения, еще недавнего политического рождения. Он говорит, что если на Украине ситуация горжей развивается, то нужно думать о выезде до Австралии. Но, это не патриотизм, антипатриотизм. Если так было бы, то я думаю, что сделать, чтобы бронить мой край, а не думать, как выехать до Австралии, Лондону, или какого-какого края. Продолжение помните, что родили молодые вывозные на силу в 1939 году за границей. Они жизни рисковали, чтобы бронить ойчизны. А сегодня у нас тренд у нас есть одновременно. были министрови, так потворные вещи, которые абсолютно их десквалификают в моих очах. З окази обходов уставления Конституции мая мы дуги weekend. Как обходить те дни? Я обходую святочную. Не выезжаю нигде. Я на месте, беру участие в урокистиках. Ну, так как это немного день такой лусьный, więc отпочиваю с родином, в доме. Маме замиарь пощвятовать, брать участие в разных хапенингах, потому что урокистики таких розрывковых, не урокистики, имприз не в родинном гроте, в родинной атмосфере. Годло полске как выглядит? Орел с короной. Почему так? так? Не знаю. Скорее. А не может ли вы легенды о Леху, как приехал на Семьи полске? Так, так, так. Так, так. Скорее. Скорее. Семьи Белый орел на червом тлее, сгадى се. Когда обходим святофлаги? Дисай, 2 мая. А визуально. Ну, не знаю, такого, не знаю. В 2004 р. Свои святофлаги. 1 мая, 2 мая, а завтра Конституция, 3 мая. Для меня patriotyzм было когда-то, как люди, молодые, борются о польске, о свободе и была такая wspólность. А сегодня, ну то нистете, видно на примере, я тоже не генюшем, но видно сегодня, сколько людей было только из школы, никого не было. И так не информировали молодежь, потому что я уже старую человек. Но молодежь этого не знает, но нистете, что я не знаю, то молодежь тоже не знает, правда? Остатнее пытае. З окази святого 3 мая, как и святого праздника 1 мая, мы дни волны от праздника. Есть это преследовый длогий уикенд. Как пани спэта те дни? Я в уголе спэта с родином, потому что я уже на эмеритуре не работаю, поэтому на обходах вчера и сегодня, ну и конечно же утро тоже. Ну и позже с родином. Ну и выехать нигде не въеду, потому что я эмеритка и у меня очень много эмеритуры. Как выглядит годло полске? О, мой Боже, годло полске, пани. Оржи бяле, пани. Еще на додатку коронова. А я много, много отходил, пани, без короны, пани, с орлом пиастовским, жоунир первой армии войска полске, аж до так званой трансформации уструйной. То прибраем teraz орла с короном. Почему символом полске был белый орел на черном тлее? На самом деле, этого не знаю. Но впечатляем, что белая флага, белый колор означает счастье, черное победа. Такой полска приняла годло наше, czyli символ народу, флагу бяло-червану, которая товарища нам от тысячи лет. А найважнейшим, как для жоунира 1-й армии войска полске, то наша флага бяло-червона, символ народу полске, залупотал на брани бранденбургской от вечного врага Речи Пусполите. И така есть речевиста правда. И правда есть такая, что жоунир тот, который дознаў крсту под Ленина, то он вызволил Речи Пусполитам, то он по разу в действиях от 1410 року ручил от вечного врага на колена. То фасцем немецкий. Падал по стопу жоунира востка полске. То есть символ. То есть дома народу полске. И моја особище. Свой шляг кончилем штурмом Берлина. 37 лет отбилем службы в характере жоуниза заводового востка полске. 18 стесня 1945 г. былым ученицем вызволения этого миста. А как раз так се зложило, что 9 мая тут на Плаку Куцюшки бијм дефилады. Закончения II wojны святовой. Жутро обходимы свято ухваления Конституции 3 мая. Чим ест Конституция 3 мая? Конституция 3 мая. Чи она нам којс даја? То ест патание, правда? За веле нам ниц не даја. А не даја для нас, заўшми, ту самусть народову. Не исњяло кротко, кијка дней, пане, на тего. Але память народу, то право народу. По Стана Зјдночених подшимала Речь Пусполита Польска. И надежа се ја чтить. Чим особище для пана ест патриотизм? Патриотизм мы uważаме за суставно, что то ест шабелком махање. Не. Патриотизм то ест заварте в 10 приказаниях Божих. Працуй так, як наказаны там. И то ест патриотизм. Патриотизм ест шцерше працавање для Речи Пусполите. Для крају, для народу. Не крај, не кламај, не забирајњ комусь ёго тостамости, ёго учућ. Скоро јстеш поляки, старайся ёншить всјстки. Не розбјњњ на мы, вы и они. Щцерше працавање, шцерше будавање и бачље один в стосунку до другого братем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»